Утро 18 сентября в Чите началось торжественное мероприятие – открытие вахты памяти на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. В рамках подписанного меморандума Читинским и Московским комитетами образования столичные гости посетили торжественную площадку. Москвичи смогли понаблюдать за тем, как забайкальские школьники более чем из 35 учебных заведений проводят церемонию открытия вахты памяти. Из года в год у нас проходят мероприятия, несут вахту памяти на мемориале боевой и трудовой славы 34 почетных караула. Каждый караул заступает на неделю сюда. Показательное выступление у нас будет проводить 27-я школа и местное отделение штаба. После вступительной речи председателя комитета образования Читы юнормейцы почетного караула возложили памятную гирлянду к вечному огню и почтили павших воинов минутой молчания. Более полутора тысяч человек. Гимн Российской Федерации. Показательные выступления учеников школ Читы и торжественный марш всех род почетного караула для четинцев дело привычное. Но вот московские гости удивились самостоятельности юнормейцев. Нам очень почетно и очень приятно, что сегодняшнее утро началось именно с такого торжественного мероприятия. Это такое единение детей, команды, духа. Мы горды за то, что в нашей стране чтят так крепко память, что такая проводится работа с детьми на высоком уровне. Здесь и работа с ветеранами, здесь и работа с младшими детьми, потому что, как вы видите, в караулах в основном дети старшеклассники, среднее и старшее звено. В этом году на нашем событии происходит гостевание, так скажем. Мы принимаем делегацию коллег из образовательных учреждений города Москва. Программа посещений общеобразовательных четинских учреждений и различных мероприятий в рамках подписанного соглашения будет продолжаться еще несколько дней. Следующим этапом коллеги из Москвы посетят школы, гимназии и детские сады. За развитием событий следите в наших выпусках новостей. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.